Привет, мои биатлонные друзья! Вы на канале Штрафные 150, а меня зовут Александр Круглов. И сегодня мы поговорим о возвращении Большого Биатлона. Как всегда, в сентябре нас ждут яркие летние старты, и, собственно, они пройдут в Красноярске, что тоже, в общем-то, в новинку, потому что до этого, мы знаем, их принимали в Сочи, Чайковский, был летний старт Кубка Содружества в Раубичах. Но сейчас Красноярск и сразу и Кубок Содружества, и Чемпионат России две недели Большого Биатлона. Красноярск — это самая восточная точка на биатлонной карте России, если не брать Камчатку, где когда-то проходили очень крутые международные коммерческие старты со всеми звездами, но сейчас Большого Биатлона в этом регионе, по сути, нет. Красноярск же принимал Всемирную Зимнюю Универсиаду в 2019 году, где главными героями стали Екатерина Машкова и Эдуард Латыпов, которые до сих пор в строю в сборной команде, ну и с тех пор из-за своей удаленности и проблем с логистикой Красноярск крупных биатлонных стартов не принимал. В этом году ситуация изменилась. Региональная власть и федерация заняли активную позицию, чтобы получить эти самые летние старты, и такой вариант оказался для многих оптимальным. С одной стороны, два турнира в одном месте позволят избежать ненужных переездов. С другой, качественный биатлонный комплекс будет задействован. И, наконец, география биатлона расширена. Более того, в зимний период переезд из ближайших к Красноярску центров Тюмени или Ханты-Мансийска занял бы много финансовых и временных затрат. А здесь все готовятся заранее, приезжают и выступают. Пока известные биатлонисты, вроде Фабьена Клода, начинают говорить о возможном включении летних стартов в зачет зимнего Кубка мира, чего мы, собственно, ждем, как соловей лета, в России уже третий сезон подряд этот принцип действует на практике. Первый этап Кубка Содружества по традиции проводится на лыжероллерах, а регламент этого турнира и система начисления очков таковы, что пропуск даже одного этапа лишает шансов на успех в общем зачете. Поэтому всем претендентам приходится стартовать и бороться уже с сентября. И все же разница между летним и зимним биатлоном есть в количестве призовых. Если на зимних этапах Кубка Содружества победители получают по 300 тысяч рублей, то на летних вдвое меньше. То же самое касается и всей шестерки призеров, которая награждается денежными средствами. Программа соревнований также не изобилует большим разнообразием. Все этапы включают традиционный спринт, преследование и масс-старт, как это любит Дмитрий Губерниев. Что касается составов, практически все сильнейшие в Красноярске выступят. За небольшими исключениями. Первый из них это Александр Логинов, у которого случилась неприятная травма в Сочи на сборе. Отстегнулось крепление, Александр упал, сломал руку. И в общем-то достаточно серьезная там травма. Требуется операция. И соответственно биатлонист пропускает не только летние старты, но и скорее всего начало зимнего сезона. И полноценно вернуться в строй сможет лишь в 25-м году. Карим Халили также получил травму плеча во время одного из сборов, но довольно быстро вернулся в строй и обошелся лишь снижением нагрузок. В связи с этим он намерен выступить лишь на Кубке Содружества и отказаться от гонок чемпионата России, уделив внимание скоростно-силовым тренировкам, которых он в августе не добрал. Сборная Беларуси также выступит лишь на первой соревновательной неделе, так как до этого участвовала в своем национальном чемпионате. По поступившей только что информации в Красноярске не выступит и Анастасия Батманова. У нее было воспаление легких и собственно она переболела в Раубичах. Сначала Виктория Сливко, ее соседка по комнате, потом Настя. Ну и пропустила она сбор в Сочи. И поедет на Лауру вместо Красноярска, а потом уже присоединиться к команде в Минске, то есть чтобы набрать необходимый горный стаж. И кроме того, как сказал старший тренер Михаил Шашилов, тренироваться она уже начала, но пока в щадящем режиме. К летнему чемпионату России, в программе которого будут индивидуальная гонка, горячо любимая всеми истинными болельщиками биатлона, спринт и эстафеты. Кроме того, там пройдет тренерский совет, где будут решаться важные вопросы относительно сезона, календаря и всего прочего. И отбора в команду. Ну, что касается летнего чемпионата России, да, говорят, что отношение к нему не всегда было таким серьезным, но на самом деле спортивная составляющая там всегда присутствовала. Да, говорят, что это определенный контрольный срез после двух третей предсезонной подготовки, который позволяет сделать выводы и скорректировать тренировочный процесс перед выходом на снег. Однако и со спортивной точки зрения он имеет значение. Во-первых, призовые никто не отменял, а это от 100 тысяч рублей победителям. Во-вторых, спортсмены из региональных команд могут засветиться перед тренерами сборных. В недавней истории было немало примеров, когда герои летних стартов получали шанс поучаствовать даже в отборе на Кубок мира. В нынешних реалиях мотивацией может стать попадание на централизованную подготовку к Кубкам Содружества и участие в нем не за счет региона, а за счет Центра спортивной подготовки сборных команд. В прошлом сезоне, благодаря индивидуальной гонке, которую выиграл Кирилл Стрельцов, он воспользовался таким шансом. И по словам вице-президента СБР Павла Ростовцева, сейчас сборная в двери, в сборную двери также открыты для всех. Поэтому будем наблюдать за событиями в Красноярске. Будет у нас контент с места событий. И, соответственно, я буду проводить с вами обзоры итоговые всех соревновательных дней. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Телеграм обязательно, ссылка в первом комментарии к видео, потому что Ютуб могут в любой момент отключить. И тогда, собственно, весь контент будет в Телеграме. Ну а вы можете подписаться заранее. Часть информации вы будете узнавать раньше, чем она выйдет на Ютубе. Ну и, соответственно, вы будете в курсе всех событий. Поэтому подписывайтесь и не заходите на штрафные круги.